В Мехико вид на остатки древнего храма Эйкатль-Кетцалькоатль теперь открывается сквозь окно в тротуаре. Часть пешеходной дорожки заменили толстым стеклом. «Идея в том, чтобы можно было любоваться храмом в том месте, где он находится. Даже если наверху стоит современный дом или здание колониальной эпохи, мы видим часть древней культуры Мехико». Под тротуаром расположился новый музей, посвящённый древнему археологическому памятнику. Руины ацтекского храма обнаружили несколько лет назад во время строительства торгового центра. По оценкам учёных, его возраст превышает 600 лет. При раскопках также нашли останки восьми человек и керамические изделия. «Этот круглый храм посвящён Эйкатль-Кетцалькоатлю. Это бог ветра. Он также отвечал за дождь. В этих местах дождь выпадал редко. Поэтому построено много храмов, посвящённых этому божеству». Храм находится на территории археологического памятника Тлаты-Лолька. Это город-государство, основанный в XIII веке. Во второй половине XV столетия его покорил Тиночтетлан. Позже Тлаты-Лолька завоевали конкистадоры и присоединили к Новой Испании. На озере Тоба в индонезийской провинции Северная Суматра возобновили поиски пассажиров затонувшего парома Кэй-Эм-Синар-Бангун. Пропавшими без вести считаются 180 человек. Трагедия произошла в понедельник. Спасти удалось только 18 человек. Сначала считалось, что пропали 130 пассажиров. Позже выяснилось, что их намного больше. Водолазы извлекли три тела. Продолжить дальнейшие поиски помешала погода. «Из-за сильного дождя во второй половине дня и вечером мы приостановили поисковую операцию. Однако погода становится лучше, и мы будем продолжать». Причина крушения пока не установлена. Но известно, что паром был сильно перегружен. Его вместимость – всего 60 пассажиров. Возможно, судно перевернулось из-за сильного ветра и волн. Помимо водолазов, в поисках помогает беспилотный подводный аппарат. Озеро Тоба находится в вулканической котловине, которая образовалась во время извержения 74 тысячи лет назад. Его глубина достигает 500 метров, а площадь поверхности – более тысячи квадратных километров. В центре озера находится крупный остров Самосир. Его постоянно посещают туристы. По предварительным данным, россиян на затонувшем пароме не было. Уже через несколько дней, 24 июня, в Саудовской Аравии произойдёт историческое событие. Женщинам разрешат сесть за руль. Это государство – единственная страна в мире, где дамам было запрещено водить машину. Мария Альфарадж работает в национальной нефтяной компании «Арамко». Предприятие предложило всем сотрудницам пройти курсы вождения. 200 из них согласились, включая и её. «Первое, что я хочу сделать, впервые сев за руль в Саудовской Аравии, это взять семью в поездку, чтобы мы могли отпраздновать это событие». Всего же в компании около трёх тысяч сотрудниц. Амида тоже обучилась водить автомобиль. «24 июня я хотела бы поехать к маме и взять её с собой в поездку. Это первое, что я планирую. Я бы хотела по-настоящему насладиться этим вместе с мамой. Только я и она, и никого больше». Найла преподает вождение в школе «Арамко». Она говорит, что главное – рассказать о безопасности, а также вселить уверенность в то, что женщина может сесть за руль. «У нас целый список ожиданий из учениц. И все девушки с нетерпением ждут, когда же смогут сесть за руль. На занятиях мы пытаемся усилить их уверенность в том, что они могут водить». Запрет на вождение для женщин снял король Салман в сентябре прошлого года. В последнее время ослабились и другие патриархальные законы. Женщины Саудовской Аравии получили право самостоятельно вести бизнес, работать адвокатами и даже служить в армии. Знаменитые шеф-повара из разных стран собрались в испанском городе Бельбао. Во вторник здесь объявили победителей рейтинга 50 лучших ресторанов мира. Престижный конкурс часто называют «кулинарным Оскаром». Первое место в этом году занял итальянский ресторан «Остерия Франческана», который находится в городе Модена. В нём подают традиционные итальянские блюда. А готовит их шеф-повар Массимо Батура. Он обладатель трёх звёзд Мишлен. «Я очень рад, я счастлив. Мне хочется поделиться этой наградой со всей Италией, чтобы она принадлежала не только мне и Ларе, но и всей моей команде Модене и всей Италии. Спасибо всем». Остерия Франческана уже несколько лет входит в первую тройку рейтинга. Свой успех шеф-повар видит не только в собственном мастерстве. «Для каждого из нас очень важно отразить колорит тех мест, где мы живём. Нужно жить рядом с фермами, рыбаками, производителями сыров, потому что именно они дают нам возможность вкладывать душу в наше блюдо». Второе место занял каталонский ресторан «Эль Сельер де Конрока». На третьем – заведение «Миразюр», которое находится во французском курортном городе Ментон на Лазурном берегу. Победитель прошлого года американский ресторан «Элевен Мэдисон Парк» занял четвёртую строчку в рейтинге. На пятом месте – ресторан молекулярной кухни «Гаган», который находится в Бангкоке. В первую десятку также вошли рестораны из Лимы, Парижа и испанского города Рентерия. Рейтинг 50 лучших ресторанов мира составляется на основе опроса тысячи шеф-поваров, рестораторов и ресторанных критиков по всему миру. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что она вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном договорилась создать бюджет еврозоны. Благодаря ему планируют расширять инвестиции, а также продвигать экономическое взаимодействие между 19 странами-членами валютного блока. «Думаю, в целом мы можем сказать, что мы открываем новую главу инициатив для Европейского союза и франко-германских отношений. Главная тема – экономический и монетарный союз». По словам канцлер Германии, на так называемом Европейском монетарном фонде будет лежать много задач. «Цель – создать дополнительный инструмент стабилизации для краткосрочных кризисов и проблем с ликвидностью у отдельных стран-членов». По словам Эммануэля Макрона, бюджет вступит в силу в 2021 году. «Создание бюджета еврозоны – это часть важных реформ, которые мы обсуждаем уже давно. Это политическое обязательство, которое мы берём с двух сторон. Как сказала Ангела Меркель, работа на министерском уровне будет продолжаться до конца года. Затем в 2019-м мы обменяемся соглашениями. Саму реформу проведут в 2021-м». В течение года министры должны решить, как будет выделяться финансирование – из национальных бюджетов или посредством общего налога. Более подробно бюджет еврозоны обсудят на саммите ЕС. Он состоится 28-29 июня. Вторник закончился победой трёх сборных из разных концов света – России, Японии и Сенегала. Матч сборной хозяйки чемпионата проходил в Санкт-Петербурге. Россия одержала победу над Египтом со счётом 3-1. Болельщики в самых неожиданных костюмах радуются итогам дня. «Я очень горд, я очень рад. И никто не верил в эту победу, но мы победили. И это самое главное. Россия вперёд!» «Лучше всего я в своей жизни видел – это матч ВТЭТ». «Мы пришли с большим ощущением такого праздника. Нам хотелось, чтобы они победили. Но после первого тайма было не похоже, что они победят. Только она верила, что они победят. И вот если бы она не верила, они бы не победили». «Очень большое разочарование. Но для Египта огромное событие – вновь участвовать в чемпионате мира спустя 28 лет. Желаю удачи сборной Египта. Следующий матч мы должны сыграть лучше». В Москве же встретились сборные Сенегала и Польши. Со счётом 2-1 выиграли африканцы. «Я прилетел сюда из США. И наши ребята заставили собой гордиться. Я так боялся в самолёте. Нас было немного. Все остальные пассажиры были из Польши. На всём стадионе лишь немного сенегальцев. Все остальные из Польши. Но мы сделали это. Мы так рады. Спасибо, Сенегал. Большое спасибо». «Для нас сегодняшний матч – трагедия. Но что делать? Иногда бывают поражения. Через четыре дня мы играем против Колумбии. И в тот раз мы выиграем 2-0. Я очень расстроен. Но с другой стороны, атмосфера во время матча была отличная. Город и стадион замечательные. Сюда приехало много болельщиков из Польши». Тем временем в Саранске играли сборная Японии против Колумбии. Со счётом 2-1 победу одержала команда страны восходящего солнца. «Мы знали, что возможность выиграть у Колумбии была невысока. Но мы всегда верим в сборную Японии, и она это сделала». «Колумбия, давай дойдём до финала вместе». «Мы не знали, как закончится матч. Это было очень неожиданно. На первой, второй или третьей минуте мы потеряли одного игрока. И у нас осталось 10 человек. Мы ожидали лучшего». «Хаммис Родригес пытался спасти игру, но судья засудил нас. Он убрал одного нашего игрока». Чемпионат проходит в России до 15 июля. 20 июня Международное сообщество отмечает Всемирный день беженцев. А гуманитарные организации и политики напоминают о проблемах, вызванных миграцией. Так, детский фонд ООН призвал американское правительство не разделять семьи мигрантов, которые нелегально проникают через границу США с Мексикой. Только в мае, по официальным данным, были задержаны 52 тысячи беженцев. Согласно законам США, нелегальное пересечение границы считается уголовным преступлением. Совершеннолетних нарушителей отправляют в тюрьмы, а детей и подростков – в специальные центры содержания. По мнению сотрудников ЮНИСЕФ, разлучение с родителями вредит детской психике. «Неважно, где родились дети, мигранты они или нет, они всё равно в первую очередь дети. У них не было выбора, кроме как уйти с родителями. Но у них также, как и у всех детей, есть право на защиту, доступ к основным услугам и проживание со своими семьями». Между тем, министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен отвергает критику, которая обрушилась на администрацию Дональда Трампа. Она объясняет, что закон о разделении семей был принят задолго до его президентства и что Конгрессу стоит его усовершенствовать. «Наша администрация не создавала политику разделения семей на границе. Законом определено, что мы должны защищать детей от преступлений по продаже и нелегальной перевозке людей и других нарушений. Эта политика существует давно, и многие администрации ей следовали. Но мы также должны предпринять меры по защите детей». А это уже лагерь Кутупалон, который раскинулся на приграничной территории Бангладеш. Здесь в очень плохих условиях живут почти миллион мусульман Рахинджа. Они тоже беженцы, бежавшие от вооружённого конфликта в Мьянме. Главное бедствие – оползни, вызванные дождями, и нехватка чистой воды. «С водой большая проблема. У нас только одна колонка, и нужен чуть ли не час, чтобы наполнить ёмкость водой. А нам надо стирать и мыться. Зато во время дождя вода течёт через всю нашу лачугу. Мы живём в ней вчетвером». Мьянманские власти недавно согласились принять беженцев обратно. Однако условия для этого ещё не подготовлены. Миграционный кризис не отступил и от тех стран Евросоюза, которые находятся близко к внешней границе блока. Новый премьер-министр Испании Педро Санчес призвал политических партнёров совместно решать эту проблему. «Что может сделать испанское правительство? Только призвать Евросоюз к солидарности. Этот кризис можно разрешить только с помощью согласованной миграционной и пограничной политики стран ЕС. Для этого нужна согласованная политика предоставления убежища и интеграции мигрантов». Согласно недавнему отчёту ООН, в мире насчитывается почти 70 миллионов беженцев. Соединённые Штаты Америки выходят из Совета ООН по правам человека. Об этом объявила постоянный представитель США при ООН Ники Хейли. Причиной она назвала то, что организация нуждается в реформе. По её словам, вместо того, чтобы защищать права человека, СПЧООН покрывает нарушителей. Вашингтон также обеспокоен хронической предвзятостью Совета по отношению к Израилю. «Я чётко заявляю, этот шаг не станет отступлением от обязательств в области прав человека. Напротив, мы делаем его потому, что наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая насмехается над правами человека». Ники Хейли раскритиковала Россию, Китай, Кубу и Египет за то, что они срывали усилия США по реформированию Совета. Она также упрекнула и ближайших союзников Вашингтона. «Несколько стран в Совете по правам человека разделяют наши ценности. Эти страны настоятельно призывали нас остаться. Но в итоге многие из них не захотели всерьёз выступать против сложившейся ситуации». «США также считают, что в Совете не должно быть стран с авторитарным правительством, таких как Китай, Куба, Венесуэла и Демократическая Республика Конго». Верховный комиссар ООН по правам человека Зейт Раат Аль-Хусейн написал в Твиттер, что новость о выходе США из Совета печальна и даже удивительна. Между тем, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сказал, что предпочёл бы по-прежнему видеть США в Совете по правам человека. Эти двое венесуэльских мотоциклистов в форме спешат на вызов. Он поступил от пользовательницы мобильного приложения ПАНА. У женщины сломался автомобиль, а оставаться одной на улице Каракаса небезопасно. Теперь же двое сотрудников службы будут охранять её, пока не приедет эвакуатор. «Об этом приложении мне рассказал друг. Я установила его в конце прошлого года. Для меня это запасной план, поскольку в машине всегда только я и дети. А так я чувствую себя защищённой». Грабежи и нападения на улицах Каракаса происходят часто, поэтому приложение очень актуально. Название ПАНА означает «друг». В службе пока 28 охранников. «Круглые сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году наши сотрудники находятся на страже. После звонка они отправляются туда, где нужна помощь. А наш центр управления связывается с клиентом по телефону». За 10 месяцев работы ПАНА более 5000 раз успешно выезжала на вызов. Клиенты вносят ежегодную плату в размере 4 миллионов 800 тысяч боливаров. Это примерно 2-4 доллара США по цене на чёрном рынке страны. За эти деньги они смогут сделать неограниченное количество вызовов в любое время дня и ночи. «Мы пытаемся уменьшить риск для людей. Хотим, чтобы они знали, как можно позаботиться о себе и о других. Хотим, чтобы наши города стали умными и безопасными». Преступность в Венесуэле резко возросла на фоне экономического и политического кризиса. В прошлом году в стране было совершено 27 тысяч убийств. Поэтому показателю Венесуэла заняло второе место в мире после Сальвадора. Для сравнения, в Нью-Йорке эта цифра в пересчёте на душу населения в 35 раз меньше. Виноградники Арагоны, что на северо-востоке Испании, хранят 900-летние традиции. Их история тянется с 12 века, когда король Альфонсо II отвоевал эти земли у мавров и подарил монахам. Производимые тут вина считаются одними из лучших в стране. В наши дни виноделам помогает компьютерное приложение. «Вам больше не нужно вручную работать с информацией, загружать её в файл Excel и делать сравнения. Всё будет сделано автоматически. Приложение выдаст вам карты, графики и даже отчёт о динамике состояния растений за последние годы, просчитывая прогнозы на будущее». Датчики фиксируют более 20 показателей – от температуры и влажности воздуха и почвы до скорости ветра, состояния листьев и уровня питательных веществ в грунте. Это позволяет понять, когда лучше нанимать сезонных работников или готовиться к вспышке болезней. А ещё можно спрогнозировать объём будущего урожая. «Оно делает за нас всю самую сложную работу. Например, более 10 лет я делал оценку сбора урожая. Но это утомительно и дорого. А это приложение берёт на себя 30-40% задач». Инновация помогла виноделам справиться со многими капризами погоды. Например, небывало высокой температурой летом, градом и ураганами зимой. Теперь её используют и в других регионах Испании, которые последние 20 лет страдают от неурожая из-за засухи и лесных пожаров. «Информация – это сила. Она даёт нам возможность в любой момент узнать, что требуется нашему винограднику». Арагон славится идеальным микроклиматом для виноградников. Местная почва – смесь глины, известняка и мела. Горная гряда укрывает от яркого солнца, а увлажняют земли, воды реки Уэрва.